Здравствуйте, дорогие друзья! Это проект «Бизнес-Номады». С вами Марат Ижанов и я, Серик Акишев. Ты мне будешь представлять? Я думаю, у нас достаточно успешно прошла наша премьера. И по мнению, во всяком случае, команды, которая помогает нам создавать этот продукт, формат в районе 30 минут отличный. Будем пока, во всяком случае, стараться в него укладываться. Мы в нашем проекте говорим о бизнесе и стартапах. И сегодня очень интересная тема. Я сразу все четыре пункта озвучил? Да, можно прочитать. Цель, стратегия, план, задачи. И 30 минут молчит, да? Нет, ну суть, на самом деле, конечно, самое главное слово – это цель. Целеполагание. Кстати, Серик, есть ли у тебя цель? Бро. Какой хор. Ты имеешь в виду большая цель в жизни? Какая-нибудь. Большая, маленькая. Ну, давай, скажем так, с проектом одним, есть цель, ей уже 4 года, и я, по-моему, наконец-то созрел к ее реализации. Ты хочешь, чтобы я ее озвучил? Нет, просто мне интересно. Есть такая история, что я вижу это в этом, скажем так, тема для большого разговора, даже немножко философского. Люди живут без цели. Так. То есть на вопрос, какая у тебя цель, нет четкого ответа. В бизнесе это, скажем так, оксюмарон, то есть это невозможно. У тебя должна быть цель. Должна быть цель. У бизнеса должна быть цель. У стартапа должна быть цель. И если нет цели, то ты, соответственно, не можешь определиться, бизнес у тебя или стартап. И вообще не можешь двигаться, переходить к метафорам и всем остальным. А можешь привести два примера из своего личного огромного опыта? Кстати, в описании к этому видео мы решили, как в первом видео, долго друг друга не представлять. Все написано, кто мы и что мы делаем. Значит, точнее, в описании канала это всегда можно найти. Одну цель одного бизнеса и одну цель одного стартапа. Интересно. Просто, ну, на конкретном живом кисе. Вот у меня был бизнес, да, на живом кисе. Вообще, мне с этим довольно просто, потому что я все время делаю что-то лет на 10 вперед. То еще никто, кто еще не делал никто, что еще не делал никто. Поэтому мне с этим попроще. Вот, но вот есть в био как раз описание. То, чем я в определенной степени горжусь, то, что в 96-м году я уже продавал через интернет. Что значит продавал через интернет? Это значит все клиенты были из интернета. Это я продавал копировальную технику. Она была непростая, дорогая и так далее. То есть это копировальные машины, там от 5 до 20 тысяч долларов ценой. Большие крупные клиенты в Москве. Вот. И все это через интернет. Это тогда было просто фантастика. Это просто... Еще надо понимать. Да еще не было гугла Яндекса вообще. Уже в Безос только начал тогда двигаться. Просто не было гугла Яндекса. И у меня была такая цель вот так научиться делать. Научиться делать продажи через интернет? Да. Круто. И это была цель бизнеса? Цель бизнеса была такая, чтобы получать, соответственно, прибыль, какая обычно. Просто через интернет это тогда получалось намного лучше, потому что у меня клиенты все приходили через интернет и фактически на секундочку почти бесплатно. Теперь про цель стартапа. Про цель стартапа. У меня сейчас два стартапа. Один у одного цель через два года быстро продаться, а второго вырасти в международную компанию. Очень интересно. Да. За пять лет. Друзья, очень большая разница. Я сейчас попрошу своих коллег в нашей студии кого-нибудь открыть дверь, а мы между тем продолжим беседу. Причем не просто международная компания, а номер один на своем рынке, лидер на своем рынке. Рынка, которого еще нет. Да. Я его должен создать, а потом на нем стать номер один. Хорошо. С целью... Еще что-нибудь про цель или перейдем к стратегии? Нет, мы не... Мы про цель еще. Не переходить к стратегии, потому что надо это просто прочувствовать. Цель – это то метафорически. Давай уже двигаться к метафорам. И, кстати, в каждом эфире я постараюсь это сделать. Цель – это гора. Вот мы здесь недалеко от гор. Ты выбираешь себе вершину. В эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. Так. И дальше ты уже начинаешь к ней двигаться или не двигаться, но ты уже понимаешь, где твоя цель. Дальше мы можем идти уже по этапам, но хорошо, не будем. Почему? Потому что надо все-таки осознать, что значит гора и почему это важно. Такой пример, такая метафора, что человек, когда он идет просто не зная куда, то в лесу был, в лесу, в степи и так далее. Получается очень простой процесс. Он ходит по кругу. Это проверенная совершенно история. Слушайте, я сейчас могу привести пример. Можно как короткий? Просто ты говорил о метафоре, а я о конкретном примере. И он просто. Я шел по маршруту Бутаковка-Медео пешему. И в одном месте мы потеряли цель. И мы не знали, куда мы идем. И мы шли, и мы попали в такую... Да, мы решили не использовать обценную лексику в нашем проекте. В общем, в итоге пришлось вызывать спасателей и так далее, и так далее. И мы в итоге не дошли до цели. Потому что ты ее не видишь. Просто был продолжительный кусок пути, когда мы шли, не понимая, куда мы идем. Понимая куда. И это было ужасно, это было страшно в итоге. Слушай, я тебе другой еще пример приведу насчет страшно. Есть такой Лосиный остров в Москве. Так. Там люди в таком пятачке заблуждаются и замерзают. Казалось бы, здесь дорога, здесь дорога и так далее. Тогда могу я задать такой вопрос? Как какой-то, может быть, небольшой или большой лайфхак с целеполаганием? Понятно, что целеполагание – это вообще, может быть, отдельная тема. Это отдельная большая тема, да. Просто для бизнеса, ну, то есть без этого никуда нельзя двигаться. Здесь обязательно надо упомянуть, что цель бизнеса и цель личная, своя жизненная цель, они должны совпадать. Если они будут в противоречии, то одно другому будет мешать, да? Так. Вот, но это тоже отдельный большой разговор. Но тезис такой, если ты не… Резюмируем его, да, короткий наш тезис. У нас так получается такой формат, да? Да. Мы говорим-говорим, коротко резюмируем. Если нет цели, идешь по кругу. Просто? Просто. И еще про цель. Нужны ли какие-то данные, фактаж, опыт для постановки этой цели? Или ты можешь… Это неправильно ее просто придумывать из головы? Или по-разному бывает? Для начала надо ее проработать с собой. Да, да. И стать, быть уверенным в том, что ты хочешь на эту гору. Вот. С одной стороны просто, с другой стороны не очень просто. Наверное, нужно будет с людьми поговорить. С кем-то пиво выпить, с кем-то… Что-то почитать, что-то погрузить и так далее. Да, то есть, ну, это… Тоже, давай сравнивать со спортом, нельзя взять и поплыть. Надо сначала размяться, потом есть такая еще… Специальный костюм сидят, если увидишь плавнее, да, сначала… Потом все сидят в костюмах. Что они делают? Они собирают энергию, тепло держат себя, все в костюмах, только перед стартом снимают его. Вот это все подготовка. Вот когда делается такая вещь, как бизнес, требуется определенная подготовка. Это не обязательно этим годами заниматься, да? Тут, кстати, еще один момент. Мы тоже к нему перейдем как-то, что сильно затягиваться этим нельзя. Вот. Но немножко стоит поработать над собой, с собой и своими мыслями. Напомню, это бизнес-намада и сегодняшняя тема по порядку. Цель, стратегия, план, задачи. Переходим к стратегии. Да, вот в том-то и дело, что мы сейчас двигаемся сверху, да, мы определили вершину и гору. Это так работает. Мы сейчас в конце разберем, почему наоборот не работает. Итак, цель эта гора, стратегия – это движение к этой горе. Мы сначала идем по лесу, потом мы садимся в лодку. И потом на лодке мы плывем по реке, чтобы сократить. А потом мы доходим до другой вершины, оттуда на вертолете. Вот это наша стратегия. У стратегии есть очень простая штука, которая не может не быть. Так же, как у цели. Так. Срок. Да. И еще для бизнеса, конечно, важный цифровой показатель. То есть ты номер один на таком-то конкретном рынке. Ты в такой-то делаешь оборот. Или у тебя такое-то количество клиентов. Если просто я хочу, чтобы у меня был крутой бизнес, это не цель. Да. И не стратегия. И не стратегия. Стратегия – вот это после того, как ты поставил цель, ты проработал примерно, сколько до этой горы идти. У тебя получается, за пять лет я до нее дойду. Реально-реально. Все. Это стратегия. Понятно? Можно одному это делать? Лучше с людьми, которые так же рассуждают. Да. Ну, то есть, не хочу, Валя, в философию ходить, потому что я могу два часа говорить на эту тему. Расширение сознания, вообще понимание чего-то вокруг дают другие люди. Да. Кстати говоря, не книги. Теперь, с целью и стратегией, понятно, следующий момент, такой, знаешь, промежуточный, прежде чем перейдем к планам и задачам, различные акселерационные программы, поддержки стартапов, поддержки там, не знаю, МСБ. Это нормально этим пользоваться, вот в этой истории? Ну, это нормально этим пользоваться. Это часть, может быть. Это нормально этим пользоваться, но мне, ребята, мне претит, я вообще не понимаю слово помощь стартаперам. Что такое помощь? Если тебе нужна помощь, уйди куда-то в другое место. Это Маск говорил очень простыми словами. Скажи, товарищ Маск, стартаперам, молодым предпринимателям мотивационные слова. На что он ответил? Если вам нужны мотивационные слова, не идите в бизнес. Поэтому само слово помощь я бы здесь просто не в кавычке, а исключил. Не нужна никакая помощь. Хорошему фаундеру, предпринимателю помощь не нужна. Ему бы не мешали, уже достаточно. Круто. Отлично. А насчет того, что прокачиваться, развиваться и так далее, это нужно всем. Это такой жизненный даже. Я бы чуть-чуть, может быть, поспорил, может быть, само слово помощь тебя смутило, но в целом пойти в Y-комбинатор, хотя это уже немножко другое, нет? Ну, он немножко переоценен, это частный случай, но вообще это хорошо, конечно. У тебя просто там быстро как-то ставят голову в нужный направление. Это часть работы, это не помощь. Это не помощь. Вообще не надо говорить в этом контексте. Вот мне, например, я фаундер, вокруг меня все крутится. Я в своем проекте номер один. Ни инвестор, ни будущий, ни тот же этот, ни те же акселераторы, комбинаторы и так далее. Поэтому мне, например, лично задевает такая постановка вопроса. Мы вас научим, мы вас, как это называется, вам поможем. Я проходил одну акселерационную программу, понимаю, о чем ты говоришь. У меня в 50% случаев они меня бесили. Ну, потому что такое положение, как будто ты снизу. Да. Слушайте, ребята, я сделал чуть больше вас бизнесов. Мы можем разговаривать в контексте друг друга обмениваться информацией, но здесь нет вопроса помощи. Идем дальше, ко второй части. Мы сейчас на экваторе сегодняшней темы, которая звучит так. Цель, стратегия, план, задачи. Цель гора, стратегия, как до нее добраться с такими точками, связанными со сроками. План. План это не стратегия? План это не стратегия. Вот для чего я как раз все это хочу рассказать, потому что очень в голове может это все перемешаться. Стратегия не описывает, что конкретно ты будешь делать. Она описывает этапы большие. Вот через год мы будем это, через два года мы это, через три года мы это, через пять лет мы дошли до горы. План, он конкретно все просчитывает. Чтобы нам пройти по лесу с такой-то командой, нам нужны такие-то ресурсы. Чтобы нам сесть в лодку, какая нам нужна лодка? Сколько в нее войдет людей? А как мы будем нести эту лодку и так далее? Вот это план. Да. Он обычно делится на разные части, финансовый, план по продажам и так далее. Но по большому счету тоже отдельно об этом поговорю. У меня есть одна такая волшебная табличка. Она содержит в себе все виды планов в одной. И все, вот это достаточно собрать и все. Жду с нетерпением этого выпуска. То есть это уже конкретика. Конкретно расписаны. Причем мы уже тезисами общаемся. План никогда не выполняется. Никогда. Но это лучше, чем его нет. Черт побери, ты прав. Но это лучше, чем его нет. Понимаешь? Любой... А, кстати, со стратегией это же та самая история. Любая плохая стратегия лучше, чем ее нет. Она всегда плохая. Потому что в жизни все бывает по-другому. Ты не можешь все предусмотреть. В этом прикол. Но если у тебя нет плана, то у тебя вообще все размывается. Даже если есть цель, ты не понимаешь, ты идешь вообще в сторону горы или от горы. Понимаешь? Может быть, ты вообще все, что ты делаешь, идет в противоположную сторону. А очень важный вопрос по поводу плана. Насколько он, ну скажем так, должен быть детализирован? Насколько можешь? Насколько можешь, да. Ну то есть план это не та штука, которую тебе кто-то может написать. План это та штука, которую ты сам себе пишешь, как фаундер, как руководитель. Тебе могут помогать в этом смысле. Да, здесь вот как раз уже может быть помощь финансового директора какой-нибудь и так далее. Или кто-то там рассчитает тебе ресурсы и прочее. Но это твое дичь. Ты сам себя не обманешь. Ну то есть какой смысл делать тот план, который ты не понимаешь и не веришь в него? Его можно, кстати говоря, разбить на два варианта, три варианта. Это пессимистичный, средний и оптимистичный. Да, вот это важная подсказка. Это нормально. Переходим к задачам? Ну если все понятно по плану, то да. Мне кажется, я бы, может быть, какой-то еще нюанс осветил. Мне кажется, мы так быстро по плану пройдемся. Ну хорошо. Нет, у нас будет возможность, мы разберемся. Отдельный выпуск мы посвятим созданию плана. У Марата есть готовая методичка, в которой, собственно, все планы в одном. Так что обязательно подпишитесь на бизнес-номады, ставьте лайки, поставьте там все уведомления, чтобы все новые выпуски не терялись в контентной ленте, а обязательно к вам приходили уведомления. Итак, задачи. А задачи – это то, что все делают все время. То есть задачи… Ну-ка поясни, нет. Ну, то есть мы все находимся в каких-то задачах. Вообще, давай так. У меня есть такой мем, картиночка такая, который я сам нарисовал. Я люблю мемы рисовать, ну или демотиваторы, по-другому. Там такой из фильма Спилберга «Лангольеры», ну что-то пожираете времени. И там такой чувак бежит, и за ним вот этот «Лангольер» летит. И подпись «Руководитель убегает от текучки». То есть задача – это текучка. Это постоянно каждый день что-то делаешь, какие-то задачи мелкие. Нужно вот это письмо отправить, вот это нужно там отписать, здесь нужно расписать, здесь нужно это принять на работу и так далее. Вот это задача. И почему здесь в этом списке они есть? Потому что это, так скажем так, не то, что база, это то, чем почти все всегда занимаются. Кровяные тельца бизнеса. Ну, что-то такое, да. Но при этом, если нет вот предыдущих трех-четырех вещей, то большинство вот этих действий, задач, они беспотолковые. Это просто текучка, как это называется. Я борюсь, потому что борюсь. Я работаю, потому что работаю. Цель, стратегия, план, задачи именно в такой последовательности. Да, именно в такой последовательности. Нельзя приступать к задачам, если у тебя нет плана. Если нельзя приступать к задачам, у тебя есть стратегия. Ты, знаете, будешь постоянно что-то делать. То есть вот эта история, которая называется «Руководитель постоянно занят». Для меня это как звучит? Он, во-первых, не определился с тем, что он хочет. Во-вторых, ну, не считая, конечно, там, больших компаний, которых я прекрасно знаю, там, по несколько тысяч человек, сотрудников и так далее. И то в них есть множество примеров хороших, которые люди относительно свободны. То есть это показатель эффективности человека. И вот как раз один из моментов эффективности – это правильно выстроить все свои планы, стратегии и цели. Тогда ты не будешь заниматься бестолковыми задачами. Помнишь, мы в самом начале сегодняшнего выпуска говорили о том, что мы еще раз, да, поясним, почему не наоборот? Почему не наоборот? Потому что ты навалил кучу задач. И как из этого получится план? Никак. Как-то надо от пентафоры какой-то оттолкнуться. Не, а можно по-другому? Ну, ты смотри, подожди, давай. Вот у нас, давай, привяжемся опять к горе, к движению сначала по лесу, потом по воде, и к тому, какая там лодка нужна, сколько нужно человек и так далее. Вот ты представь себе, у тебя нет ни горы, ни стратегии на пять лет, ни плана. У тебя есть 10 человек, какие ты ему дашь задачи? Он тебя спросит, а куда мы идем? Ты ему говоришь, делай, строй лодку. Он скажет, хорошо, какую лодку? Ну, сам придумай какую-нибудь лодку. Подожди, мы куда плывем? Сколько? То есть, вот эти вот все вещи. А какие есть ресурсы на эту лодку? Вот большинство задач без вот этих вещей, они так выглядят. Вот ты это делай, ты то делай, ты это делай. А теперь если пойти снизу вверх, задача, план, стратегия, цель, нужно ли их как бы сверять? Есть обратная связь, да? Насколько это называется, выполнение плана, изменение стратегии. Ну, конечно, ты идешь, двигаешься, сверяешь, но ты сначала построил. В завершении сегодняшнего выпуска я предлагаю очень интересную тему, потому что мы говорим о бизнесе и стартапах. Кстати, и в некотором роде это такое разделение. То есть, если ты говоришь «и», то можно сказать «или», да, бизнес, или стартапы. И мы в первом выпуске об этом говорили, что бизнес и стартапы – это, несмотря на очень такую похожесть, это все-таки разные вещи. А вот по поводу целей, стратегии, планы и задачи для бизнеса и стартапа, вот тут как раз… Вот тут как раз… Нет разницы. В целом в подходе нет разницы, но самое главное, что должна быть цель. Вот без цели ты не можешь определиться бизнес-цель, у тебя есть стартап. И получатся бестолковые задачи. Да. Задачи. То есть… Ты сейчас в одно предложение уложил весь предыдущий выпуск. Не, ну слушай, ну… Очень просто. Ты даже не понимаешь, ты идешь к горе или от горы. Ты можешь потратить кучу усилий, еще народу набрать с собой и сказать, вот мы фигачим, а вы идете против горы. В чем прикол? Мне кажется, мы на сегодня закончили, да? Да. Да, дорогие друзья, напомню об очень важном моменте. Первое – это подписка на наш проект, где бы вы нас не смотрели. Лайки обязательно. А в комментариях сегодня мы хотели бы услышать от вас очень интересный момент. И опять-таки, как мы уже говорили, Марат, сейчас мы на общую камеру, это не конкурс, да? Потому что это у нас такой нетворкинг происходит уже с первого выпуска в комментариях. Порой даже некоторые комменты, они как бы начинают жить своей жизнью и туда даже дровишек подкидывать не надо. Так вот, как ты думаешь, люди напишут нам свои цели? Слушай, давай простой вопрос. Есть ли у тебя цель, чувак? Есть ли у тебя цель, чувак? Или чувиха? Напиши, пожалуйста. Просто да-нет хотя бы. Уже полдела сделано. Да, кстати, совершенно верно. Потому что если нет, все-таки, наверное, ей стоит появиться. Это бизнес-номады Марат Ижанов и Серик Акишев. Пока. Пока. Сидим 15 секунд. Прикольно. Может быть, иногда, вот, кстати, как будто бы, не знаю, думал ли ты об этом, когда составлял план. Первая тема, она такая, ну, она была классная, но, может быть, немножко такая, ты прям сильно взрывающий мозг. А вторая уже такая...